В апокрифическом Евангелии от Фомы есть потрясающие слова Иисуса о состоянии земного человечества. Я встал посреди мира, и я явился им во плоти. Я нашел всех их пьяными, и не нашел никого из них жаждущим, и моя душа опечалилась за детей человеческих. Ибо они слепы в сердце своем, и они не видят, что приходят в мир пустыми. Они ищут снова уйти из мира пустыми, но теперь они пьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаятся. Что такое покаяние? Это возврат к Господу. То есть земля это действительно пьяный корабль сегодня. Это огромный общежительный монастырь, который превратился в сумасшедший дом. Вот нас замуровали в этот монастырь, который превратился постепенно в психиатрическую клинику. И мы живем здесь. Все это видим, но наша задача главная, мы знаем, что нам нужно делать. Значит, надо делать это, несмотря ни на что. Не думать о будущем, потому что будущее, увы, оно прописано, и конец всему когда-то настанет. Люди чем опьянены? Они опьянены своими витальными заботами, они опьянены мелкими ценностями, они совершенно слепы, они купаются в море пустых удовольствиях, а потому, как говорил Спаситель, не ведают, что творят. При этом этот пьяный корабль движется непонятно куда и зачем в целом. Люди не понимают смысл собственного существования, смысл существования земного человечества, ничего не понимают. Но делают вид, что они что-то понимают в каких-то частностях, споры, разговоры, остается видимость какой-то активности и деятельности, но это все пустое. Все говорят на разных языках, каждый пытается кому-то доказать что-то, что другому неведомо и непонятно. То есть это абсолютно бесполезное занятие. Вы, наверное, убедились даже в кругу, так сказать, достаточно узком, я не говорю о мировом масштабе. Мы это видим прекрасно, телевидение дает нам эту возможность. Вот. Но так не может продолжаться до бесконечности. Так вот, чтобы задать кораблю верный курс, прежде всего должна протрезветь его команда. И главная задача, Иисус, собрать эту трезвую команду. Не команда правителей, там, президентов или царей, там, императоров, я не знаю, а команда людей духовно состоятельных, которые способны хотя бы вот на то время относительно короткое, когда остальное человечество, ну, если удастся хоть кому-то протрезветь, принесет достойные духовные плоды, хоть на это время сохранить что-то, сделать что-то. Потому что без людей, которые исполняют свою роль здесь на земле и станут светильниками духа, без этих людей невозможно дальнейшее существование человечества просто в принципе. Потому что если духовное, если человечество духовно не плодоносит, если нет духовных плодов, то оно просто не нужно. Господь, Господь отворачивается, Господь представляет людей самим себе. Если людей без презрения Господа представить самим себе, ну, вот уже сегодня столько всяких сценариев, разворачивать столько всяких неожиданностей, но, наверное, все-таки наша страна, страна огромная. Когда историю нашей страны изучаешь и смотришь, смотришь, боже мой, оказывается, что все эти вот территории, огромные территории, которые постепенно, постепенно, ну, без всяких, так сказать, войн, а просто продвижением на север и на восток становились нашими территориями, то мы понимаем сегодня, сегодня понимаем, насколько это наперед было Господом предусмотрено. Ведь мы, наверное, единственная страна в мире, которая может отгородиться от всего мира и существовать совершенно автономно, вот просто. Закрыть границы и существовать автономно, без этих трассатлантических сообществ, все есть, все есть, вообще все. Нужны вооруженные силы, ну, больше ничего. Это вообще уникальная страна. Вот в какой-то европейской стране, вот как, ну, отгородились они, у них ничего нет, у них воды даже питьевой нет. Тот же Китай, насколько это на мизер процентов, они обеспечены питьевой водой. Нет у них питьевой воды, а у нас все есть. То есть мы можем отгородиться и автономно, духовно плодоносить. И перенаселение нам не грозит, вообще-то. Ведь остальному человечеству грозит перенаселение. Вы представляете, вот сейчас новые технологии, вот какой-то новый, пятый, я не знаю, какой-то там этот самый виток от парового двигателя, сегодня мы уже перешли к каким-то супер нанотехнологии. Автоматические линии, роботы, которые вместо людей будут работать, собирать там чего-то, клепать, чинить. Людей куда девать? Люди-то не нужны никому. Это будут бездельники, это будут паразиты, они будут требовать кушать, их занять-то нечем, технологии-то все кругом, люди-то не нужны, там все уже автоматизировано. Зачем? А у нас уж есть где людям поковыряться-то, у нас спернаселение не будет, у нас земли много, копай, ковыряй. Понятно или нет? Еще неизместно, что будет дальше. Вот у меня что-то вот тут щелкнуло. Мы можем вообще оградиться. И все. И жить, ну, собирая духовный урожай, припеваючи. И остальной мед нам не укажет, ничего. У нас все есть. Атомная дубина есть. Территория, недра, все есть. Мы можем быть самодостаточными вполне во всем. Вы заметили, только мы. Единственная страна в мире. Это так, к случаю. То, что пьяный корабль, вот весь, остальной, мы все можем здесь трезвую команду создать. Можем? А? Может. Может, получится. Тогда к нам будет эмиграция. Вот тут, а стук. Как? А ты кто такой? А ты кто так? Вот иди. Откуда пришел? Будем проверять. Ясно? С пристрастием. Что от тебя толку? Что ты принесешь тут? Ясно? То есть можем что-то и диктовать. У нас вот все есть. Вы заметили? Вообще абсолютно все. То есть Господь не случайно прирост территории такой огромный нам дозволил. Да? Вот. Ну ладно. А что про пьяный корабль? Вы все понимаете. Потому что, действительно, Земля и человечество земное превратилось в нечто, что, во всяком случае, на первый взгляд, уже совершенно точно не способно быть в порядок приведено как-то человеческими усилиями. Это бесполезно сегодня. И ограниченное человеческое сознание, склонное к фрагментации, устроено таким образом, что слова истины, вот о которых говорит, в частности, Спаситель, оно вместить не в состояние. А потому агрессивно на них реагирует, либо с большой настороженностью. И, напротив, слова лжепророков всякого, так сказать, толку, очень легко подхватывается людьми и разносится широкая молва о появлении какого-то очередного Спасителя. Был такой период, и вот когда Иисус начал со всей серьёзности излагать людям своё принципиально новое учение, и настоятельно требовал применения его на практике, многие за ним ходившие оставили его, остались только избранные. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? И с этого времени многие из учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Многие из учеников, они назвались учениками, они ходили за ним, и когда он стал требовать о них реальной работы, реальной реализации пути, которые он пришёл открыть, они просто отошли от него. Мало кто внимает словам истинно исходящим из уст пророка Иоанна, который не ест, не пьёт и говорят в нём бесно, мало кто внимает и словам Иисуса, который ест и пьёт, но про которого с осуждением говорят. Вот человек, который любит есть, пить вино, друг мытвым и друг грешникам, тоже не подходит. Один вроде бы святой, но славит безумным, другой вроде бы небезумный, но до святого не дотягивает, то есть людям не угодишь. Люди готовы следовать за теми, кто их эго тешит, кто говорит, мыслит и учит их тому, что бы им хотелось иметь, и всё. А когда Иисус говорит о том, что вы в корне должны изменить свою жизнь, что вы должны в корне изменить своё отношение к миру, к близким, ну, увы, люди не решаются на это, его никто не хочет свой смертящий покой эгоистический нарушать, менять, зачем? Пророк, если говорить о пророке, он хороший, почитаем, когда он мёдв, нет пророка, замечательно, его можно в качестве знамени взять, говорить от его имени из контекста, вырывая кое-какие слова, которые, ну, выгодно представить и выдать за то, что он якобы их сказал, хотя на самом деле вырывается небольшой кусочек, начало и конец отрезается, и вот эта маленькая фраза, она уже звучит не то, что совершенно по-другому, а до наоборот. Вот как-то одна женщина ко мне подошла и говорит, Александр Васильевич, вы в своей книге написали то-то, то-то. Ну, сказала, я бы, я такого не мог написать в книге. Ну, как же, я читала у вас. Я бы в какой книге? Ну, она что-то так замялась немножко, но потом оказалось, она сказала, какая картинка там на обложке. Ну, я догадался, о какой книге идёт речь. Что вы сказали там, точно, я читать умею, я писать умею, я такого сказать не мог написать. То есть там полный абсурд, то есть совершенно наоборот. Ну, ладно, но я думаю, ну, надо разобраться, мало ли, может, она нашла такую ошибку, вот, которой... Она не сказала, что. Она какие-то слова сказала, ну, явно, не дословно процитированные. Потом взял я эту книгу, листали мы с ней, листали. Она даже узнала, откуда это взято. Оказывается, там сказано это, как предаточное предложение. Знаешь, какое предаточное предложение? Да? А целое предложение, оно большое. А в предаточном предложении вот то, что я противопоставляю тому, чему надо было оппонировать. Она взяла это предложение, говорит, вы сказали. Я написал, но сказал-то я предложение, а ты что взяла-то? Вот так вот. Потом так всё это подрезается, так всё это рихтуется, так всё это красиво причесывается, и всё совершенно по-другому, так уж как с учением Спасителя поступили. Всё. Самое главное выкинули. И всё. Всё замечательно. В отчаянии Иисус предупреждает, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их. Людям действительно милы слова, которые ласкают их слух, а слова истины больно задевают эгоистическое самолюбие, естественно, принимаются очень агрессивно. Ведь правду о себе знать никто не желает, а нам же придётся разбираться с самим собою, увидеть свою истинную сущность, далеко не ангельскую, вот в работе на этом пути. А никто не хочет этого, это никому не нужно. Но только непредвзятый взгляд на свою неприукрашенную сущность может действительно стать повелительным импульсом для выбора пути сознательной эволюции. Если у вас всё в порядке, если у вас всё нормально, если вы не видите в себе никаких изъянов, ну разве вы на путь станете, у вас всё удовлетворяет, в общем-то. Но когда вы видите проблемы, сложности, трудности, видите, что ваша жизнь, в общем-то, не удалась, по причине, которую вы ещё не можете понять, вот, ну надо же разбираться, но люди не желают этим заниматься. А лучше пророки гладят исключительно по шёрстке, говорят слова, которые приятны и милы и ласкают слух и эго. Как бы ещё эгоизм человеческий, ещё его более-более углубить, усугубить и направить так называемую духовную реализацию в направлении окончательной гибели человека. То есть не случайно Иисус говорил, что не бойтесь тех, кто убивает тело, бойтесь тех, кто убивает душ, ибо они и тело, и душу убивают, и то, и другое гибнет. Убивающие души убивают и душу, и тело. Тут убивают тело, но убивают по неведению, кармически. Да, это не так страшно. А сегодня Запад занимается только тем, что убивают души. Только. Никаких иных вариантов просто не существует. И вся остальная территория, кроме нашей территории, кроме нашей психогенетики, это психогенетика, которая уже есть смерть. Смерть всему живому, смерть всему прогрессивному, смерть всему, что может дать человеку божественное присутствие. Там его уже нет. Ну, увы, нет. Есть много ума, есть много интеллекта, много всего. Но нет души. А коль нет души, то для Господа эти люди, этот народ, эти страны, они неинтересны. Не то, что неинтересны, они не нужны. Он просто от них отворачивается. Он их не бьет, он их не трогает, они сами себя погубят. А нас бьет, нас трогает, не дает нам спать. Пытается расшевелить нас, чтобы мы протрезвели, в конце концов. Поэтому пристальное внимание Господа, особенно в 20-м столетии, говорит о том, что Он на нас еще крест не поставил. Это радует. Лишнего не дает, но и с голоду умереть тоже не дает. А духовный голод мы в состоянии утолить. Мы теперь знаем, что это такое. Утолить духовный голод. Где источник тот? Есть источник. Открываем, пьем. На сегодняшнем этапе эволюции в человечестве происходит мощная поляризация. Мощная поляризация иносказательно обозначена Иисусом в одной из притч о Царстве Небесном. Вот эта притча имеет глубочайший эволюционный смысл. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Тогда рабы этого самого сеятеля предложили ему вырвать плевело. Но он отверг их предложение. Не время, говорит, не время плевело воровать. Потому что выбирая плевело, можно вместе с ними выдернуть и доброе семя. «Оставьте расти и то, и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевело и свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». Так вот, человечество со всей очевидностью разделяется на зелень и плевело. И чем дальше, тем больше. То есть совсем немного представителей полиса света. И огромное число представителей полиса тьмы и неведения. То есть людей с демоническими сознаниями, с демонизированными сознаниями. Это очевидно. Это очевидно. Так вот, часть людей несомненно меньшее по количеству составляет полис света. Другая часть, атомизированная часть эгоистического человечества, составляет полис тьмы и неведения. Это цикономерный процесс. А потому не имеет никакого смысла, это не удастся, пытаться сделать людей всех одинаково хорошими, одинаково светлыми. Это бесполезная вещь. Полис тьмы и неведения – это полис борьбы между силами так называемого добра и так называемого зла. То есть полис борьбы между хорошими и плохими эгоистами. Есть эгоисты хорошие, а есть плохие эгоисты. И вот они между собой дерутся на полис и неведения. Так или не так? Вот эта извечная борьба добра со злом – добро отнюдь ведь не от Бога. Это те же эгоисты, только они хорошие. И называют себя добро. Называют. Но другая сторона называет их злом, считая себя добром. Вот попробуй разберись. И не надо в этом разбираться. На полисе неведения эта борьба была, есть и будет постоянно до тех пор, пока человечество существует. И наше дело – не участвовать в этой борьбе, не становиться на сторону так называемого добра ни в коем случае. Потому что и добро, и зло в равной степени несут в себе элементы лжи и неведения. Если вы пытаетесь кого-то защитить и встать на какую-то сторону, да? А сегодня нам предлагается, встаньте на 100 на этих, эти бедные несчастные, а те такие вот нехорошие, вот и совсем ужасные. То есть мы, если встанем на чью-то сторону, то мы обязательно ту часть лжи, ту часть неведения, которая присуща этой стране, мы берём её на себя. И не случайно, Паисий Святогорец, я это повторяю и не устаю повторять, он говорил, что у меня есть одна замечательная черта. Я никого никогда не оправдываю. То есть он не встает никогда ни на чью сторону. Понимаете, почему, наверное? Вот и всё. Так что вот эта замечательная черта, которая ему присуща, она должна быть тоже в нашей работе определяющей. Нельзя никого защищать. Вот только адвокат может защищать. У нас есть адвокаты, но не специфической профессии. Ну, потому что адвокат, который в ведении находится, то в мире неведения он может действительно расставить кое-какие приоритеты согласно закону. Правильно? Вот и всё. Ты-то в ведении, а? Вот это замечательный адвокат. Поэтому адвокат в ведении находящийся, он без труда решает эти проблемы. Правильно? Ты уже понимаешь, что такое? О чём я тебе говорю? Смотри, а то нападут на тебя. Я сегодня столько всяких людей. Я тебя в краску, но ничего. Ты не красная совершенно. Ты скажешь, в краску, но я не вижу, ты бледная. Давление, наверное, пониженное немножко. Но только поэтому. А так краска как бы изнутри, а наружу-то её нету. Ну, ладно. Так вот, полюс света – это полюс огромной духовной силы, где нет противоречий между индивидами, поскольку все они находятся на одной территории, на территории божественной души, на территории истины. А полюс тьмы и неведения – это огромное количество эгоистических существ. Потому что между ними никогда не может быть согласия. Они могут как-то объединяться для решения каких-то своих корыстных целей и задач. Задачи и цели разрешились как-то. Они друг друга съедают, выталкивают, выпихивают. И опять все, так сказать, каждый сам по себе. Понятно, наверное? То есть нет силы в этом полюсе. И для того, чтобы действительно его равновесить здесь, на земле, требуется относительно небольшое число источников света или исполинов духа. Ну, сколько там, не знаю. Может, несколько тысяч, может, несколько десятков. Как Иисус говорил, возьму вас одного на тысячу, двух на десять тысяч, и будете стоять как скала. А вот этих вот атомизированных эгоистов, их много. И может быть, достаточно энное количество людей, огромной духовной силы, чтобы вообще еще человечество просуществовало. То есть, что волне в смысле просто проскрепело вот этот остаток дней, а чтобы действительно дать возможность людям, которые имеют духовный талант, все-таки спастись, его реализовать. Вот только ради этого. Только ради этого, и все. Не ради того, чтобы люди жили, ели, пили, рождались и творили беззаконие. Не ради этого. А для того, чтобы дать возможность людям, которые имеют духовный талант, все-таки его реализовать. Вот наша задача, наверное, тоже в этом поучаствовать все-таки. Полис света, он должен быть обязательно, должен быть крепким, могучим. Попытаемся это делать в своей работе. Как будет результат? Посмотрим. И очевидно, что силы полиса неведения распалены, а потому для удержания равновесного энергетического состояния на планетанном уровне действительно требуется несравненно большее число отчаянных эгоистов, чем людей светлого начала. Так оно и есть. Идет балансировка по божественному наитию. Господь регулирует этот процесс. Поэтому мы не можем, мы не имеем права вмешиваться, считать, сколько там нужно таких, сколько светлых, сколько тех, кто во браке пребывает. Тут арифметика абсолютно бесполезна. Да, я выберу вас одного на тысячу, двух на десять тысяч, и вы будете стоять, как скала. Есть еще категории эгоистичных личностей, которые пытаются затеряться сегодня между полюсами. Их еще называют тепленькими, но сегодня это не получится сделать. Нельзя сегодня оставаться где-то между светом и тьмой. Обязательно, если вы не идете к свету, то обязательно притягивайтесь к полюсу неведенья и тьмы. Обязательно. Вот нет промежуточного состояния сегодня. Вот его просто нет. То есть, если вы еще думаете, выбрать, или как выбрать, что выбрать, то вы уже притягиваетесь туда, где темно и мрачно. Если еще думаете. Понятно? И между полюсами света и неведения создается эволюционное напряжение, без которого эволюционное поле не может существовать. А эволюционное поле – это наша Земля, все ее обитатели в нынешнем состоянии. И со временем, когда Земля будет готова, будет готова к эволюционному скачку, равновесное состояние нарушится, и сила света умножится, а на планете произойдет очистительный катаклизм. Как это будет? Ну, посмотрим, откуда сила умножится, где умножится. То ли на тонком плане, вряд ли, наверное, все-таки тонкий план будет влиять в большей степени на Землю, чем земной план. Потому что на земном плане должно увеличиваться, в принципе, число людей, которые пребывают во мраке и во тьме. То есть, Земля перестанет, или человеческий зной перестанет духовно плодоносить. Теперь о самом понятии Царства Божия. В евангельских текстах, со всей очевидностью, под Царством Божиим понимается духовное рождение. Духовное рождение, обретение человеком божественной сущности, обретение здесь-сейчас, здесь-сейчас на Земле, а не когда-то где-то по смерти на небесах. То есть, обретение каждым искренне стремящимся обрести его, и неустанно в этом направлении работающим. Вот Иисус говорит, одни же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилия восхищают его. То есть, трудящиеся на этом пути, работающие на этом пути, его обретают. Иисус, быв же, спрошен парисеями, когда придёт Царство Божие, отвечал, не придёт Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Коль внутри вас, так это душа, это частицы Господа в нас, вот вам определение Царства Божьего. Понятно? Это духовное рождение, откройте свою истинную сущность. А не Царство Божие на земле, как некая социальная организация, когда все будут, так сказать, Богом отмечены. Нет. Территория души, вот это и есть Царство Божие. Здесь у нас, на земле, способно быть открытым каждым, кто несёт в себе частицу Господа. Все её несут. А вот поработав, можно её и открыть. И можно это Царство обрести. Так что духовное рождение – это и есть обретение Царства Божьего. Понятно? И никакого иного Царства Божьего здесь, на земле, не ждите. Его не будет. Иисус сказал. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встаёт ночью и днём, и как семя восходит и растёт, не знает он. Так вот, так наша душа, возгоревшись пламенем, стремление к Господу, питаемое Духом Святым, растёт неприметным образом, чтобы однажды, однажды действительно, она открылась, и мы оказались в этом Царстве. Она растёт неприметным образом. С ростом нашего эго, с ростом эгоистичности сознания, в пику ему, для того, чтобы уравновесить, вот как бы сбалансировать внутреннее состояние, чтобы эго полностью нас не поглотило, подрастает и душа, божественное присутствие наше. Без роста эго не будет и роста души. Понятно? Наверное. То есть до времени эго выполняет свою позитивную и положительную роль. Но когда душа подрастает до того уровня, когда она уже готова проявиться, то эго уже то, что мешает это сделать. Поэтому вот тот самый кризис внутренней, внутреннее состояние, когда вы уже не можете жить по-старому, и у вас возникает позывы искать что-то для того, чтобы себя реализовать, ещё не понимая в чём, вы начинаете поиск. Значит, душа созрела до такой степени, что готова вот в этот момент выйти на первый план. И если вы не даёте возможность ей это сделать, ну, начиная работу на пути сознательной эволюции, то может случиться так, что эго, постепенно-постепенно, обретая всё большую власть, погубит и вашу душу. То есть надо вовремя спохватиться и начать правильную работу по реализации своего духовного потенциала. Если вы сумеете это сделать, то хвала и честь вам. Душу спасёте. Выполнить свою задачу. В разговоре с фарисеем по имени Никодим Иисус сказал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, как же может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рождённый от плоти есть плоть, а рождённый от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочешь, ты голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рождённым от духа». Так вот, рождение свыше, рождение духа возможно в любом возрасте. С духовным рождением действительно открывается чувство божественной любви, осознания единства всего сущего, непрерывности собственного существования. Появляется внутренний учитель, то есть исчезают все психологические страхи. Вы становитесь действительно человеком, который свободен от страха смерти, то есть от того самого страха, который порождает все психологические страхи. Это действительно победа. И независимо от возраста, пола, от социального происхождения, духовное рождение возможно, да? Это то зачатие, зачатие от духа святого Божьего, которое действительно достойно внимания, вот то, что мы должны с вами в нашей жизни реализовать. «Не всякий, обращавшийся к Иисусу, войдет в тот самый судный день в Царство Небесное. Там места не будет болтунам, формалистам, оборотням, магам, колдунам. Иисус ясно дает это понять. Вот он говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но только исполняющий волю Отца Моего. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Итак, «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне». Вот Иисус дает ясно понять, что все эти манипуляции, изгнание бесов, сотворение так называемых чудес, исцеление, удел не только людей божьих, но и отпрысков лукавого. Сегодня это возможно, и обезьянье Бога. Все делается. Сегодня все возможно, сегодня такое время. Сегодня лукавый, его многочисленные подмастерья научились творить такие чудеса, разного рода чудеса, которые сбивают с толку не только легковенных, но и критически настроенных людей. Люди в это верят. Причем это явление приобрело сегодня невероятно широкие масштабы, а сами чудотворцы являют себя спасителями человечества, то есть явлением Христа и прочих, так сказать, выдающихся личностей. Иисус называл таких людей волками в овечьих шкуре. Вот они. Сам же Иисус творил чудеса, ну, так называемые чудеса, да? Он исцелял больных, воскрешал, мертв, было такое, да? Ходил по водам умножения хлебов, тоже помните, был. Он их делал не ради чудес и во славу себе, а с одной единственной целью, чтобы уверовали в Него его ученики. Тогда считалось, что чудеса, или то, что можно отнести к разряду чудес, только по воле Божьей свершается. Тогда, в те времена, Лукаво еще не воспользовался, так сказать, тем, что сегодня он нам демонстрирует в качестве чудес. Вот Иисус делал эти чудеса, так называемые, именно волей Господа. И тогда была прямая вера в то, что это творится только свыше. И ученики Его для того, чтобы уверовали в Него, они, вернее, для того, чтобы ученики Его уверовали в Его силу божественную, Он делал это. Он делал это для того, чтобы они поверили в Него. И твадцы Евангелия не поскупились на описание всевозможных чудес и исцелений, но это вовсе не главное, что составляет истинную суть учения Иисуса. Это не главное, это абсолютно не то, на что должно обращать внимание. В Кане Галилейской, где Иисус когда-то на свадью обратил в воду в вино, Он как-то позже уже заметил, «Вы не уверуете, если не увидите знамения и чудес». И действительно, человечество в целом очень падка на так называемые чудеса. И первое время Иисус много занимался целительством, Он исцелял больных, бесноватых, слепых, прокаженных, за ним ходили толпы, толпы любопытствующих иждивенцев духовных, которые требовали исцеления. Но главным для Иисуса всегда было врачевание души, а не тела. А современные целители, чудотворцы и прочие мракобесы вместо врачевания душ врачуют или якобы врачуют только тела, тем самым убивая души. А это самый тяжкий грех. Иисус сказал, «Не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене». Так вот, любое врачевание тела или психики надо начинать с исцеления души, с разъяснения истинной причины, которая породила болезнь. Причина тут одна, только одна. Наш отказ, или отказ человека, любого человека, сознательно эволюционировать. Отказ сознательно открываться Духу Святому Божьему, то есть отказ исполнять свое истинное предназначение здесь на Земле. Вот об этом надо говорить. Другое дело, как к этому отнесется человек, примет он это как руководство действий, или нет, но об этом надо говорить. Потому что врачевание, истинное врачевание, начинается с исцеления души. Но исключение составляет детям, надо помогать в любом случае. Среди учеников Иисуса были женщины, что вызывало иной раз возмущение со стороны даже его близких учеников. Симон Петр сказал, «Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщина недостойна жизни», имеется в виду жизни вечной. Иисус же сказал, «Смотрите, я направлю ее, чтобы она стала духом живым, подобно вам, мужчинам». То есть Иисус проявил впервые вообще в истории, так сказать, в духовной истории, да, впервые проявил принципиально новое отношение к женщинам, сделав их достойными в духовном смысле соперниками слишком амбициозных мужчин. И женщина действительно способна скорее сдаться в руки божественные силы, чем мужчина. Мужчины более стальные в этом отношении, женщины более податливые. И он это видел, он это прекрасно понимал. А женщин вообще не считали за людей. Помните насыщение хлебами, там столько-то тысяч насытилось мужей, а остальные женщины и дети – это как вообще ничего, там даже цифра никакой нет, ну, мусор. И он впервые проявил действительно принципиально новое отношение к женщинам, которые в духовном плане способны соперничать с мужчинами. Помните, кому он открыл-то первый у самарянского колодца, открыл, что он сын божий? Женщине сказал, я сын божий. Ей он сказал. И она в это поверила, уверовала в это. Женщина по имени Марфа пригласила Иисуса в свой дом. У неё была сестра, была сестра Мария, которая села у ног Иисуса и слушала его слова. А Марфа суетилась, заботилась о хозяйстве, о большом угощении и упрекнула сестру, что там не помогает ей по хозяйству. А та сидела у ног Иисуса и слушала. Так вот, Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё никогда. Преподобный Серафим Саровский, великий старец земли русской, в доверительной беседе с Мотовиловым произносит совершенно удивительные слова, имеющие глубокий и практический смысл. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколь нехороша они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Хотя они и служат необходимыми средствами для достижения её. Истинная же цель нашей жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Пост, и бдение, и молитва, и милосты, и всякое ради Христа делаемое доброе дело суть средства для стяжания Духа. Цель жизни медской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почести и других наград за государственные заслуги. В стяжании же Духа Божьей есть тот же капитал, но только благодатный и вечный. Так вот, что же такое Дух Святой, какова его функция, какое место в эволюционной картинной мире? чтобы дать правильный ответ на эти вопросы, обратимся к первоисточникам, обратимся к евангельским текстам, к словам самого Спасителя. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Это слова, которые отмечены евангелистом Иоанном в его четвёртом Евангелии, в Евангелии Духа. Эти слова Иисуса прямо указывают на то, что понятие «Бог» однозначно тождественно понятию «Дух». Если говорить о троичности Бога, Бог-Отец, Бог-Дух и Бог-Сын, то Бог-Дух – главное, наиболее приоритетно его ипостась. Она открывается, с ней можно познакомиться. Она всегда есть и присутствует везде и всюду, в каждой точке пространства. Это ипостась духовной Троицы. «Посему говорю вам, это в дополнение к сказанному. Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Хула на Духа. Если кто скажет слово на сына человеческого, хульное слово, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всём веке, ни в будущем. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, каким бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, он подлежит вечному осуждению». И, наконец, тот, кто высказал хулу на отца, ему простится. И тот, кто высказал хулу на сына, ему простится. Но тот, кто высказал хулу на Духа Святого, ему не простится ни на земле, ни на небе». То есть, иерархически Иисус ставит Бога Духа на первое место. Так вот, по Иисусу основа мироздания является пронизывающей всё и вся Бог Дух. То есть, по сути, это чистое божественное сознание. Из физических позиций именно Бог Дух-то и являет единую энергетическую субстанцию, которая пронизывает всё мироздание. И в каждой точке пространства есть напряжённость этого Духа, этой силы. И посему мы можем убедиться и уверовать в истинность сказанного спасителем, открыв этот Дух, открыв эту силу, которая и способна вершить всю трансформирующую работу в нашей работе на пути сознательной, духовной эволюции. Так что, наша главная задача действительно, вот тот принцип, который Иисус положил действительно в основу Нового Завета и так будьте совершенны как Отец, совершенный Отец Наш Небесный, да, и Бог есть Дух и поклоняться Ему в истине и в Духе, вот это та основа, тот путь, тот вариант реализации, который мы с вами должны непременно, имея духовный талант, исполнить. И вот тогда вы получите ответы на все вопросы. И вот когда в вашей работе наступит тот момент, когда у вас вопросов уже никаких не будет, ибо вы сами станете ответом на все вопросы, то есть ваше новое состояние будет ответом на все вопросы, вот тогда, наверное, можно сказать, что сделано практически все. А так, трудитесь, работайте. Спасибо за внимание. Спасибо. Вам спасибо.